Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают больше и вообще чтобы сделать в этом тоже от начальника на работе как мы зависим тоже также тоже 50 до 50 до 60 40 там же каждый сам себя процентно считает а насколько жена должна быть зависим от мужа а дети от родителей зависит от возраст наверно детей вот интересно зачем дальше мы приближаемся таскать к личностным категориям пока пропали про политику думы про начальника там 50 50 60 на 40 но как только жена муж дети родители тут в нашем идеале 100 ну как странно что мы так как-то легко разграничиваем власть как таковой скажем власть она ведь и власть неважно политическая или в семье но в конце концов нам не нравится этот тиран президент мы можем переехать в другую страну у нас есть такая но там будет другой тиран президент а семья уже как бы если по библейски уж какой у тебя там есть муж или жена уж тут изволили как-то находить общий язык а вместо жительства например и плюс совершенно не запрещает поменять совершенно пожалуйста но если вот продолжить вот эту вот мысль то это насилие куда бы не ездили так насилие над чем давайте вот опять мы сейчас с вами опять рассуждаем каким категории праве под этим под этим вот чувствуете вот постоянно и вот что вот мы самое главное чего мы хотим как показать в этом курсе чтобы мы с вами поняли что мы постоянно рассуждаем вот этим категории этот неважно как дай мы тут правильно мы тут но одновременно являемся гражданами другого царства но мы почему-то с вами все время ныряем вот сюда а тут же неважно какая власть президентская или в семье в любом случае ты не должен терять себя как личность и в любом случае хотим или хотим но власть существует но нельзя сто процентов растворяться во власти если господь нам говорит что в принципе мы можем найти нормальные взаимоотношения в семье с властью который там устанавливается значит мы можем точно так же проводя аналогию и найти нормальные отношения с приемлемые отношения которые не нарушат мой собственный внутренний и мое гражданство там на небесах да можно вопрос но не прогинаться не прогинаться правильно не будем прогибаться окружающими одновременно быть но это нам сложно да быть одновременно стопроцентным христианином то есть принадлежать богу и стопроцентным быть человеком членом государства то есть членом общества быть стопроцентным принадлежать христа вопрос а как может быть иначе должно быть он должен быть и сто процентов христианином всей своей жизнью свидетельство то что христианин и сто процентов повиноваться властям потому что так господь сказал в жизни это получается жизни это не всегда так получается потому что человек когда ему надо быть стопроцентом гражданином общества он говорит я христианин он какие-то себе там ограничивать льготы ищет да когда ему надо быть сто процентов христианином он говорит я же что я могу я живу здесь вот это что об этом как раз говорит эклесиаст вы знаете конкретно вот вот то о чем сейчас с вами сказали он изложил в 10 главе 16 по 20 стихи вот посмотрите что здесь написано горе тебе земля когда царь твой отрок что такое отрок это царь с детским умом и когда князья едят рано такое интересное князья едят рано давайте сейчас мы об этом порассуждаем почему именно рано вот так вот плохо для народа благо тебе земля когда царь у тебя из благородного рода и князья твои едят вовремя для подкрепления они для пресыщения от ленности объяснит потолок и когда опустятся руки протечет дом пиры устраиваются для удовольствия и вино веселит жизнь а за все отвечает серебро даже и в мыслях твоих не злословь царя и в спальной комнате твоей не злословь богатого потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою и так вот здесь как раз и сказано мы все находимся в зависимости от властей и горе нам нам плохо живется если власти не тем умом причем неважно как бы здесь конечно берется царь там князья и народ но по аналогии конечно любая власть можно и семью перейти да и на работе посмотреть и в церкви как это происходит вот и благо если действительно будем так говорить хороший начальник да однажды в прямом эфире был задан такой вопрос позвонил молодой человек как раз один был и он говорит почему я всем всегда все должен правительству я должен это там налоги платить на работе я должен начальнику работу выполнять родителям должен жене все должен почему вот что все моей личной жизни какой нету то есть вообще непосильное время всем я все должен я сначала так немножко растерялся а потом думаю и ответил ему так а вот вы попробуйте слово я должен заменить на слова я хочу я выбираю для себя я делаю выбор в пользу того чтобы я выбираю быть хорошим отцом мужем а не быть там самцом перекати поле безо всякого там без рода без племени я выбираю быть достойным сыном своей матери они каким-то там безответственным я бы молодым человеком себя быть образцовым гражданином этой страны они будем так говорить бунтарем который бунтует против законов страны в которой он живет и плюет будем так говорить на это общество где он находит и тогда в первом случае мы получаем такого достойного человека правда который отвечает за свои поступки берет ответственность забудется окружающих людей а с другой стороны у нас человек который вообще ни на что не отвечает вообще я должен я должен он действительно в принципе то никому ничего не должен да если так брать но но другой стороны у него есть обязанности определенный когда нужно полный несет как знаете такой непосильное бремя нашли сейчас принял это для себя это его выбор это вот как господь свой выбор возьмите крест свой да и идите вот если я это сам взял и сам пошел не будет листили легко потому что чем если когда на меня взвалили вот неси теперь вот туда да это сложнее и я его несу и страдаю но обычно таких случаях говорим лучше не неси лучше не бери вот знаете просто когда начинают жаловаться что вот на меня и вот кто меня оставляет делать и все меня я это делór это дело это д Oreo делать то динIEL yan наговоре мне нужен как под ногную очень не надо до вот ну я же должен понимаешь от того что ты должна того это является таким нежеланием такой вот будем говорить ненавистью к людям лучше ты не делай чем ты филосето потома обиде на то что тебя не оценили ли мне они посмотрели себя не поблагодарили сме премии не дали antioxidants он другое дело сингубы это выбираем для себя но как бы нам нравится или не нравится все равно мы живем в этом мире под солнцем да и все мы либо подчиненные либо начальники над кем-то ну например муж глава над женой да он ее дисциплинирует он отвечает за то что происходит доме но опять же мама она голова над детьми ну так вот устроен да что мама за все отвечает в доме тот же самый ребенок допустим сын он отвечает за свою младшую сестренку младшая сестренка отвечает за котенка ну то есть вот эту цепочку можно продолжать мы и подчиненные одновременно мы над кем-то начальники ну как мы уже говорили что палач есть только там где жертва и от нас зависит какие мы выстроим гармоничные и гармоничные отношения в этой жизни и насколько вот эти отношения власти и подчинения получится у нас в жизни ну и вот такие вот вопросы насколько мы великодушны к своим подчиненным вот задайте себе вопрос ведь у нас у каждого есть подчиненные у каждой семье или по лестничной площадке там соседи хотя они не могут быть подчиненным тем не менее живут под нами значит мы их можем затопить можем не затопить да ну например нашим или тупать если они вот на что какое-то неприятное замечание вот мы будем тупать может быть мы утрируем эту ситуацию но это жизненные ситуации мы знаем что независимо от веры люди поступают именно так так вот насколько мы великодушны тем кто в чем так нас зависит и насколько я мудр в установлении вот этого порядка дисциплинирования тех кто подчинение находится у нас а насколько я мудр и и им выполняю дисциплину который устанавливает тот кто надо мной подумайте на такие вопросы и вы знаете когда в группах вот которые вы будете вести вот на эту тему будете задавать такие вопросы вы просто удивитесь знаете вы обнаружите кладезь и вообще мудрости вот среди людей своей группы когда они откроются начнут делиться теми ну сами жизненные ситуации в которых они оказываются замечательно люди начинают учиться друг у друга каких-то вот ситуация пример хочу рассказать это был пример короче в режим на учреждении да когда дома человека требовали допустим 6 часов вставать курить в определенных местах и делать там определенные вещи по определенному расписанию но для некоторых вставать тяжело в 6 часов утра и получается такой роботу я не хочу вставать 6 часов других дамы хочется курить где они хотят да но им нужно идти в определенное место в курилку чтобы курить там в такой то есть у человека жизнь сложена из определенных вот этих вот участков да из определенных того что он не хочет жить поэтому у него жизнь уже получается в тягость я просыпаюсь утром и говорю слава богу что я у меня этих проблем нету и то есть я встаю 6 часов потому что я сам стою сам для себя это выбрал сам для себя это выбрал не иду в курилку потому что я сам для себя это выбрал не я не курю да и те определенные еще вот эти вот мероприятия которые происходят то есть для меня они хорошо они гармонируют с моим образом жизни то есть каждый человек определяет свой образ жизни я считаю определяет свои вот эти плюсы и минусы то ли он живет полноценной радостной жизнью соответствии в обществе там где бы на работе или где-то где бы он не был или же он страдает от этого до поддержите ты в семинаре молитвы и финансами не рассчитывайте что пожертвует кто-то другой так думают многие и хорошие проекты перестают существовать поддержите наш проект молитвы и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv семинаре точка ком знаете вот интересно я прочитала что сказал об этом контраберийский архиеписком рамзель интересно что это я прочитала еще будучи в школе когда готовила доклад по как сейчас помню научному коммунизму и нас просили читать ну будем так говорить старт ну там видимо с точки зрения атеизма но вот этот рамзель не помог обрести смысл жизни сказал такую вещь в каждом человеке есть глубина простор который также велики как сам бог и эту глубину может заполнить только бог и вот я вдруг поняла да я больше чем эта галактика по той простой причине что я могу ее всю себя вместить в сердце в разум восприятие по большому счету перед каждым из нас вот такой выбор мы кем себя мыслим вот этой песчинкой или человеку который в себя все вмещает вообще весь мир вмещает вот в эту глубину и даже бог там находит заполняет эту нашу глубину в сердце вообще каждый из нас сам выбирает для себя что мы выбираем итак давайте такие вопросы для личного размышления а каковы ваши обязательства по отношению к тем кто под вами и по отношению тем кто над вами вот уже такой такие вопросы мы предлагаем на дом предложите их тем кто будет у вас на группе ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинаре теезр и д merging -самбир Субтитры создавал DimaTorzok